Личная идентичность опирается на жизненные ценности, которые необходимо взращивать и формировать. Сами растут исключительно только сорняки. Если мы хотим вырастить что-то доброе, по-настоящему полезное, нам необходимо прилагать к этому усилия. Если таланты и способности даны нам от рождения, то жизненные ценности нам необходимо сформулировать, привить и утвердить. Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Мы продолжаем говорить об отцовстве и вторичной идентичности. Сегодня я хотел бы поговорить о том, как увещание или увещевание влияет на формирование жизненных ценностей наших детей. Для начала давайте определимся, что же такое увещание. Как говорят словари, это уговаривать, склонять к чему-либо, убеждать, советовать, стараться вразумить. Другими словами, мы должны убедить наших детей следовать правильным жизненным ценностям, выбранным нами. Не заставить, не вынудить, а именно убедить, уговорить. Самым действенным и в то же самое время самым рискованным способом увещания является совет. И вот почему. Когда мы даем совет, это не приказ или не распоряжение, а обязательное к исполнению. Совет это что-то, что человек может отвергнуть, посчитав по тем или иным причинам ненужным или бесполезным. И когда мы даем нашим детям совет, мы рискуем, что они его отвергнут. Однако, несмотря на это, увещание подразумевает еще и исправление. Например, вы дали ребенку какой-то совет, он подумал и решил, что этот совет ему не подходит. Поступил так, как хотел, попал в неприятную ситуацию. И вот здесь необходимо, чтобы мы вмешались, исправили эту ситуацию, попутно объясняя нашему ребенку, в чем состояла его ошибка и почему следовало поступить именно так, как вы советовали. Увещание хорошо работает только тогда, когда у нас сложились хорошие доверительные взаимоотношения с нашими детьми. В противном случае это будет выглядеть как давление или любого рода другая манипуляция. Как вы считаете, насколько советы, которые мы даем нашим детям, верны и обязательны к исполнению? Я буду очень благодарен вам за ваши комментарии под этим видео, как ответов на эти вопросы.